здравствуйте дорогие друзья с вами анатолий мастерская резерва сегодня у меня новая станция единственное что ой времени очень ограничен поэтому прям так красиво рассказывать не смогу то есть пробегусь по-быстрому расскажу про станцию что-то технические моменты посмотрю ну характеристики возможно что-то на сайте подсмотрю это генератор у нас энерго соответственно на сайте энерго посмотрю сделан он собран с двигателем yamaha то есть они разные бывают в плане что не только yamaha полна subaru еще на чем-то вот такая станция станция это у нас 12 там почти 12 8 киловатт вот так она со всех сторон выглядит станция ну опять же по моим таким ощущениям энерго тут руку мало очень приложил в плане возможно храму собрали и и и добавили шланг в остальном заводской какой-то покупной бак двигатель отдельно альтернатор отдельно электрическая часть именно альтернатора с двигателем вообще никак не связано вот единство что сейчас мы опять-таки подошел отлично наш кронштейн исполнительное устройство серп от сервопривод кейп иван есть отдельные видео обзоры на него вот оно теперь только скажем так с двигателем связано и с альтернатором в остальном принципе станция три отдельной части рама с баком двигатель альтернатор все двигатель у нас здесь как уже сказал yamaha я аж 72 модель а это двухцилиндровый v-образник вот у нас здесь видим отдельно масляный фильтр масляный охладитель есть навесной насос топливный как я не понял типа наверно вакуумный что такое ну ключ только оба органы управления запускать и а здесь же под крышкой еще у нас воздушный фильтр фильтр почему-то вот мне до боли знакомый показался очень похожие у этих мне попадались у из дымошек газовых ну я из дымошки в основном только газовые знаю ну здесь еще отдельно кронштейн сервопривод наш потому что здесь ручная заслонка воздушная ну сейчас соответственно у нас сервопривод эту заслонку управляет что еще что еще ну бак как уже сказал тоже штатный с этим вернее не штатный в плане заводской не индивидуальное изготовление стаканчик уровне мер снизу кран шланг идет соответственно выхлоп достаточно интересно расположен ну в плане для меня интересно что он выходит вниз не наверх а вниз еще и загнуть соответственно здесь придется но откручивать если выхлоп куда-то подготавливать выводить вот что еще здесь щуп масло далее у нас висит навесной стартер свечи с одной со второй стороны заливная маслозаливная горловина все дренаж вернее слив слив вот он не помню на другой стороне есть или нету этого двигателя а если на другой стороне а ну еще топливный фильтр с которым я долго проводился он бумажный была воздушная пробка бумажка была мокрая и соответственно а этот пустой долго крутил пока он у меня схватился вот прокачивать не хотелось все это раскручивать так это что мы пока визуально все видим далее у нас 45 очка бак единственное что он с узкими клеммами и и не сразу заметил в комплекте они еще вложили такие переходники но не переходники втулочки свинцовые вот сейчас в принципе могу накинуть для запуска вот потому что то есть это были отдельно в пакетике не сразу нашел думал как подключать так что у нас далее альтернатор альтернатор линз интересный ну во всяком случае для меня интересный первый раз такой видел вольтметр светодиодный такой далее здесь крышка двухполюсный автомат в данном случае он 50 ампер да если я не ошибаюсь 200 ну да если у нас 12 лишним киловатт 230 вольт 50 клемм 22 лбки у 50 знаю как правильно и вообще читать здесь у нас есть соответственно однофазные две розетки одна сколько у нас должна быть похоже как 16 амперные другая 32 амперные до 32 здесь чуть не указали но она не обычная не шуко а соответственно такая промышленная вот и еще механический счетчик моточасов вот далее но здесь параметры что на трех тысячах работает 52 и 2 ампера до ква 12 косинус единица значит киловатт и ква у нас одинаковые вот итальянский итальянский так про шильду шильда у нас вот сейчас сейчас фокусируюсь написано энерго ЕБ-14 если точная модель ЕБ-14 230 YLE Y это означает скорее всего Yamaha потому что так такие же генераторы с другими двигателями допустим Subaru S было 12,8 при косинус единицы значит ква киловатт и у нас одинаковые 230 55,6 указали ампер частота 50 герц масса 130 килограмм 130 килограмм тут бьется а вот если зайти на сайт на сайт к ним так энерго энерго максимальная мощность записали 10,24 вот бензиновый генератор энерго ЕБ-14 230 YLE сейчас стоит у них на сайте 267 тысяч кстати 10,24 максимально 11,2 почему там 12,8 записано вернее или почему здесь так записано так электростартер ручной запуск 3,8 литра в час при 75 процентной нагрузке бак 26 литров открытие открытое так исполнение открытое уровень шума 130 децибел ну 130 децибел что-то как-то много махнули хотя может быть станции бою буквально хотя блин вот эти все идут в районе ну где-то до 90 децибел что-то 130 достаточно шумная хотя она действительно шумная вот что у нас еще так двигатель Yamaha EH27 воздушная 3000 так 130 килограмм а не указали его литраж так варианты исполнения так литраж не указали так литраж значит тогда мы сделаем так открываем EH72 найти так Yamaha так нет Yamaha EH72 так что у нас буквально первые ближайшие 19,3 лошадки но это на трех 600 оборотов так объем 72 см кубических сантиметра что-то как-то так число тактов 4 V-образник 84 цилиндр 65 хоть поршни так масло масло ну не знаю залил полтора литра в принципе все V-образники такого литража было между метками точное точное смотреть надо вот вроде все в принципе запускаю только автоматизирован как уже сказал нашим устройством kp1 p1 это означает p то есть это бензиновые версии и единичка это у нас первая версия она шла под сервопривод позже пошли вторые вот такие это которая клапан щелкает отдельно висит что завожу ненадолго потому что он мне закоптит тут сильно о сейчас мигает светодиод он у нас готов к запуску вот надеюсь перебоев не будет но поначалу он у меня плавал обороты немножко чуть-чуть потом устаканивался из-за того что все это из-за этой воздушной пробки ну серва там маленький ход вот первая неудачная попытка у меня постоял пару дней еще раз с все неудачно они накоптил сильно да немножко все равно есть эти плавающие обороты сколько и не пытался вот этот воздух выгнать трес трес его как как в туалете одно место и но все равно вот но в механику я не лез именно в регулятор оборотов здесь все настроено все закрашено то есть это все заводское далее как она уже заполнят полностью топливом прогонят возможно пробку и если чё то там есть то дальше будет ровнее но крайнем случае на запуск у нас всегда можно этот есть настройки в контроллере когда там через какое время мы начинаем следить за генератором вот как то так он пойдет с моим щитом соответственно все вот эта маркировочка она как бы соответствует первая половина вторая тут не знаю будет использоваться нет смотря где он будет стоять вот как то так все обзор такой спасибо за внимание подписывайтесь ждите следующих обзоров